и снова здравствуйте всем привет и так давайте в этом ролике попробуем сделать анимацию паука я не стал снимать полностью ролик как я вставляю кости все тут одно и то же значит inverse kinematic на управляшку но только значит вот это первая кость вот это первая кость она вроде как кисть но только без пальцев в принципе тут ничего такого ссылку на ролик где настраивал делал уже рик паука и мы в описании тут самое интересное попробовать анимацию вот в этом кругу так вот есть круг делаем значит такую штуку зайдем в этот мод семерка на нампаде тройка на нампаде n панель включим screencast key теперь выберем косточку головы 6d опустим ее пониже и привяжем ее голове через shift control пи и полсет так это будет уже рут кость она она будет тянуть за собой головную кость и в принципе должно все работать я вот не знаю так сейчас попробуем может быть придется еще лапы к ней привязать но вряд ли как я рут костью в основном не пользуюсь но мне нужен вот этот круг заходим в пост мод так сначала в обжиг мод перевязываем нашего персонажа просто появилась новая кость так и значит что я хочу сделать как бы она низко не была и не привязалась к голове это будет не есть хорошо заходим в edit mode я хочу эту косточку еще ниже опустить пусть она будет ниже тут не суть проблемы так заходим теперь куда пост вот такая штука у нас появилась смотрим так я и двигаю ничего не происходит потому что нужно голову привязать вот эту голову привязать значит к ней control pin и полсет еще раз повторюсь что рут костями не пользуюсь это вот первый раз такая штука значит теперь захожу в пост мод и получается вот видите я двигаю рут кости у меня двигается только башка вот это ну чтобы этого не было нужно теперь привязать к крут кости но у нас желатый крут кости вот эти все не привязаны их можно тоже привязать и тогда те кости наверное, не нужно будет привязывать. Попробуем давать. Вот такая штука. Это рут-кость. Привязываем на нее. Ctrl-P и пол-цеп. Так. Как это все будет действовать? Не отвязались ли они? Так. Теперь значит пол-смод. И если я буду двигать рут-костью. Все. Вот. Теперь у меня двигается весь персонаж. Это и есть хорошо. И зачем? И как значит вот это нам поможет вот этот вот циркл. Я хочу добавить эту модельку. Значит N-панель. Добавляем ее в аддон BonWidget. Он у меня уже добавлен. Циркл 0.4. Как добавляется? Нажимаем вот здесь вот галочку и делаем AdWidget to Libre. И добавляется вот любой персонаж. Любая штука. Так. Значит так. Выбираем теперь опять же кости. Заходим в PostMod. Выбираем нашу рут-кость. И заменяем ее на циркл 0.4.3. Все. Видите. Он появился. Теперь заходим в ObjectMod. Выбираем нашу заготовку. Все. Она в принципе нам уже не нужна. Ее можно удалить или отодвинуть на какой-нибудь там дальний план. Где-нибудь пусть овисит. Но я ее удалю. Потому что она уже добавлена значит в аддон и уже присвоена этой кости. Так. Теперь что выбираем? Опять же выбираем. Видите. Когда я выбираю кости. Все. Теперь кость заменилась на внешний вид вот этой штуки. И получается вот так она будет выжить. Заходим в PostMod. Теперь в принципе можно заменить вот эти кости на какие-нибудь внешние виды. Но я пока это дело не буду делать. Мне нужно что? Значит вытянуть таймлайн. Прокрутить его значит колесиком. Чтобы было побольше кадров. и просто теперь делаем в этом кругу нашу анимацию. Опять же вот все это дело установилось. Все заебит. Сносит хорошо. Но у нас теперь что? Форма значит нашего персонажа выглядит вот так. Ровные лапы. Вот. Теперь их нужно поставить в позу. В первую. так. Выбираем первую кость нашу вот эту. Так. Это значит тройка на нападе можно. И ставим ее G. вот на верхнюю не привязываемся значит к кругу. Ставим семерку на нападе значит G ее центр. Вот так. Можно даже где-то перекрутить чтобы она стояла где-то тут. Вот так. Так. Семерка на нападе выбираем управляшку кость и значит G эта кость должна стоять за пределами значит нашего вот этого церкви. Да. И чуть-чуть можно перекручивать. Можно эту косточку вообще сделать поменьше. Вот. и семерка на нападе она вот перекрутилась ну где-то вот в таком духе. Эта кость немножко у нас искривлена. Не суть вопросов. Подрегулируем подправим. Так. Есть такое дело. Семерка на нападе это где-то приблизительно пока так. Следующий этап. Эту косточку значит G G ставим вот сюда как бы чуть-чуть перекручим и ставим в поле вот этого круга. Это значит тройка на нападе. Смотрим опять же так это тройка на нападе. Ставим G смотрим чтобы она опустилась не ниже значит нашей вот этой площадки. Вот это то. Вот он уровень. Так. Семерка на нападе. Это значит в кругу она находится. Две. Вот по одной полосе они тут идут. Ноги. В принципе нормально. А эту клапу мы ставим чуть подальше. Значит R уже за перемет вот этого круга. И значит раз он двигается то лапа пустит поровнее будет. Чтобы меньше потом ими тут заморачиваться. Ступни у них есть. Ну вот да желательно чтобы они были поменьше дальше смотрим вот по этим лапам правым вот вот по этим значит эту лапу мы выставляем G вот сюда чуть-чуть опять же перекручиваем чтобы был изгиб семерка на нападе и стану за круг. Так а эту лапу мы ставим тоже G но ставим поближе к ней но в круг. Можно на ребро можно вот на дальняку так тройка на нападе смотрим что у нас тут получается G понижим G понижим так эти нормально стоят так смотрим изгиб вот этот изгиб мне не нравится значит его чуть-чуть нужно R подкорректировать сверху вот потому что изгибается лапой у него у него зиг загообразно вот так как бы дугой так это так теперь эту лапу значит ставим вот сюда можно чуть-чуть значит перекрутить опять же тройка на нападе все она уже стала а эту лапу семерка на нападе G в круг вводим так смотрим что у нас тут с изгибом изгиб есть значит так и вот так вот тройка на нападе G вот чтобы она стала а это чтобы низко опять же не опускалась ну а это тоже чтобы не была высоко все лапы стоят в принципе так семерка на нападе вот эту еще можно значит как бы отвести побольше ну так можно даже ее чуть-чуть G чтобы вот она изогнута была так семерка на нападе эту можно наверное еще чуть-чуть вот сюда поставить а и о крот все первый кадр есть у нас теперь нам нужно пятый так семерка на нападе значит теперь на пятом кадре G лапа это уходит за периметр а это заходит в круг но останавливается возле вот этой двойной линии так можно даже чуть-чуть лапу подкрутить так следом по большим лапам эта лапа вот эта лапа и она тут управляшка значит G выходит за круг а это лапа управляшка входит в круг вот так вот так и значит чуть-чуть искривляется вот эта часть здесь выпрямляется все нормально а а и лок рот но это еще не все это чтобы не потерялась вот эта анимация теперь по внутренним лапам смотрим эта лапа уходит так ctrl z не нашел я управляшку надо их все-таки заменить на какие-нибудь кубы там или еще что-то так это значит лапа G уходит к этой лапе так и уходит она в кругу стоит в этом первом да эта лапа уходит к этой лапе перекручивается а эти лапы значит уходят одна вот сюда за вовнутрь двойной линии а эта лапа уходит к ней но во внутренний круг с перекрутом ну здесь можно еще чуть-чуть подправлять вот эти кости да можно им еще работать так вот где-то таким образом ну проверяем а и локрот что у нас получилось вот неплохая такая движуха нормально теперь нам наверное понравится 10 кадр так на десятом кадре лапа ctrl z да надо заменить потом управляшки я сначала хочу сделать анимацию а потом все это дело позаменить так g эта лапа уходит за пределы круга а эта лапа теперь входит в предел круга вот можно можно даже с подворотом в принципе вот этот кадр уже пойдет а ну-ка английская а cfd и ставим на десятый кадр ну вот уже хорошо в принципе три кадра оказывается подходит в смысле хватает да так здесь другой теперь вопрос это теперь нужно зайти в object move save an добавить mesh добавить план добавить s смотрим root кость видна надо было сразу так делать s вот таким вот образом да и значит какой ништяк нужно сделать нужно теперь поймать вот эти подъемы лап так вот это назначить какой-нибудь материал или наверное на рендом переключусь вот так будет приятнее глазу чем на это белое смотреть пятно так теперь у нас получается третий кадр это значит тройка на нампаде у нас идет подъем вот этой лапы g и значит тут этой крайней g допустим вот еще можно их перекрутить вот эти клешни ну как будто они потом будут двигаться да вот так как-то прописываем а и лак рот смотрим что вообще получилось ну вот уже раз и лапа ставится теперь нам нужно на этих кадрах подгадать теперь должна наверно подняться это значит третий кадр был это от пятой должен быть тогда восьмой где-то на восьмом кадре так эта лапа еще не опустилась получает так правильно на седьмом на седьмом теперь кадре вот где-то тут тройка на нампаде семерка на нампаде так здесь должна теперь подняться вот эта лапа и потом посмотрим на каком кадре они должны опуститься так это значит вот эта лапа поднимается пусть побольше поднимается чтобы прикольнее была походка так и значит наверное выкрутку сделать а и лок смотрим отключаем так это 10 пока 10 кадров ставим и смотрим вот видите эти просто скользят они не поднимаются как будто чешут по земле а эти уже у нас вроде бы вот как перемещаются блять так вот эту лапу чуть-чуть не видно почему ну вот раз на пятом она стоит так отключу пока мов и значит пятый шестой седьмой так раз не все видно она она становится поднимается становится так теперь нужно разобраться на каких кадрах становятся вот эти большие вот эти лапы так на третьем кадре опять же поднимаем вот эту лапу тройка на нампаде значит G повыше R ну как-то так и вот эту лапу заводим ее значит семерка на нампаде чуть подальше в круг вот где-то на первый вот этот так двойной круг вот этот вот на первую линию внутреннюю значит N G и она поднимается так это значит A и лакрот вот все они зашевелились эти еще скользят значит на седьмом кадре у нас наоборот идет тройка на нампаде G поднимается вот эта лапа и значит поднимается вот эта дальняя так это значит перекручиваем G и больше как бы перекрутку даем можно даже повыше поднять чтобы они ну вот так вот были а и лакрот вот все паук уже в принципе идет все зашибись но тут еще в чем фишка подъемы подъем вот смотрите вот на третьем кадре да у нас получается поднимается вот эта лапа и вот эта здесь она идет опущенная на втором кадре они должны как бы опущенные быть наверное так когда у нас на третьем поднято лапа так смотрим вот если она эта лапа у нас скользит ну все правильно так она скользит скользит потом та становится на нее идет упор и тут вот теперь нужно сделать значит какая штука это он ползет это все хорошо все работает да значит на пятом кадре мы приподнимем попробуем приподнять значит задницу вот эту чуть кверху и значит головную кость с помощью мурф чуть чуть приподнимаем а и лакрот получается у нас на третьем переход и на седьмом у нас тоже должен быть такой же переход так тройка на нам паде приподнимаем и значит вот эту задницу чуть повыше а и лакрот ну вот он идет но это не есть гуд значит на первом кадре тоже тогда нужно это все дело только на нам паде приподнять приподнять чуть поменьше может быть так и теперь а и лакрот так это это слишком большая амплитуда да так тройка на нам паде значит выравниваем эту амплитуду с помощью значит третьего и седьмого кадра чуть-чуть поднимаем и чуть-чуть так задницу чтобы мягче она перехали в бетсел а и лакрот и на седьмом кадре на седьмом кадре в принципе можно третий кадр вот этот выбрать две кости тройка на нам паде выбрать третью покадровку сделать шифт дэй и сдублировать анимацию только вот этих костей вот уже помягче вот уже помягче но уже посильно трясется это не есть год значит так выбираем зад выбираем чуть-чуть амплитуду выбираем значит а и прописываем всю эту штукенцию на пятом кадре и с пятого кадра с пятого кадра забираем вот эти две кости две анимации на значит шифт д на десятый и шифт д на первый ну чтоб одинаково было все теперь вы видите что он движется ну уже помягче тогда так это есть такое дело но а что у нас с усами усы значит джи смотрим где они тут так насколько она тут настроена она у меня не настроена конкаллзет контролзет так подождите а что это такое а сейчас все будет нормально настроим ее контролзет на инвес кинематик так ага и поставим настройку а вот это уже не есть good контролзет контролзет так получается если я подниму вот эти две косточки джи просто их приподниму к этому персонажу и вот эти косточки тоже через shift подниму назад костям да так джи потому что я их не настроил вот эти кости а уже короче привязал остальные крут кости и вот они вроде бы как повисли на мертвяке но это исправимо и у этой косточки отсутствует еще дублированная кость значит edit mode не проблема значит делаем вот это все дело удаляем так погодьте вот это снимаем удаляем только значит вот эти три косточки delete bone и дублируем вот одну кость не скопировал и получается вот такая карта shift d и делаем mirror x global и перетаскиваем на наш вот эту на наш уз так теперь так это мы ничего не вязали все нормально все привязано ну давайте вот эти косточки еще сделаем subdivide и вот этим subdivide пусть побольше их будет заходим в джет мод выбираем нашу значит персонажа черешив кости control пи будет автоматик выйдет все это дело можно так делать перевязывать но опять косяк в чем я не отвязал вот эту кость alt пи clear parent и вот эту кость alt пи clear parent так теперь вот эти кости вяжем через шифт на эти control пи они уже привязаны все зашли просто эти кости были не отвязаны и я их хочу привязать еще к крут кости control пи и пол заходим в пост выбираем наши кости control shift inverse kinematic надо чтоб не повело нашего персонажа ставим а что это такое получается что-то у меня с усами тут не задалось да это не есть гуд а ну-ка если анимации поудалю вот этим костям они что же прописали то я их дублировал и получается у них теперь есть анимация так это значит delete анимацию удаляем inverse kinematic установлены и вот я не пойму в чем проблема так так ану-ка edit mode эту кость поднимаем она отходит ctrl z все нормально значит эта кость на эту ctrl z все привязано но не пойму в чем в чем фишка почему они так отходят хотя здесь они привязаны просто я поднимал персонажа и получилась такая фигня да это не есть good ну ничего надеюсь сейчас мы это все ликвидируем выбираем косточки только заходим в post mode тут хорошо все равно когда косяки вот эти вылазят это все равно хорошо вот она просто была далеко вот в чем косяк вот так и вот эту кость так это лучше ну сейчас я их пропишу а потом анимацию передвинуем так r g и вяжем ее на ctrl shift c inverse kinematic на две косточки или да на две так а ну-ка все работает на две косточки так это значит ус один вниз и вот этот ус вниз вот так прописываем а и локрот и теперь нам понадобится выбрать только вот эти усы вот эти так и сделать пятый кадр шейфд на первый кадр и шейфд на десятый а на третьем кадре мы усы значит значит g так g приподнимем перекрутим и вот этот ус тоже r перекрутим g поднимем смотрим как они красивее как-то в одном направлении чтобы вот так вот а и локрот и на седьмом просто скопируем вот эту анимацию вот этих усов выберем наши косточки выберем третий кадр сделаем шейфд и будет это седьмой так это у нас слишком дергается да вот ну идет он хорошо вот но держит быстро наверное значит что ну тут можно добавить промежуточные кадры еще добавить длительность анимации тут тут еще какая штука что когда он идет он в конце лапу поднимает вот и переставляет вот так подставляет переставляет но на пятом кадре опускает на третьем значит на третьем он отталкивается на пятом поднимает на десятом ставит значит на седьмом где-то вот эта лапа наверное должна быть вот тут а ну-ка а и вокруг смотрим вот вот это да значит если на пятом на десятом кадре эта лапа уходит на остановку то седьмая анимация это на седьмое у нас какие лапы подняты так вот это тройка на нам падить так поднята вот эта лапа значит она должна G где-то еще или вперед уходить или как-то наверное L а ну-ка A и вокруг ну да вот как бы у нее переход должен между этими быть так а здесь получается на третьем вот эта лапа должна быть как бы вверху еще и перекручена и эта лапа должна чуть-чуть идти сюда и вот эта лапа должна чуть-чуть значит назад и лок рот так смотрим как идет наш персонаж вот видите если та лапа еще приподнимается то здесь есть губ значит на вот этом кадре так так это третий кадр это лапа должна еще как бы ближе сюда быть вот а и лакрота ну-ка тогда на седьмом на седьмом должно лапа вот это так вот это вот левая как бы подальше на и быть но где-то вот тут наверное так ну как-то так а и лакрота ну-ка так здесь все нормально но по походке если все пойдет то вот уже по заднице не подходит да так вот если а ну-ка так здесь вот наверное все-таки не ну так-то нормально что задние поднимаются меньше амплитуда у них делается да так-то можно на пятом допустим да на пятом вот эту лапу поставить допустим ближе к этой лапе да там как-то перекрутить увезти сюда где-то на переплет какой-то это уже будет другая походка так но это уже такой тип ползет по стене в принципе ничего так сейчас разберемся именно с движением задницы вот что и вибрацию тут такую подкидывает давайте посмотрим так дрожание слишком большое вот это получается выбираем кость задницы семерка на нампаде и все анимации задницы удаляем добавляем смотрим как идет наш персонаж вот и вот это тело тело значит уберем какие-то два кадра вот этих бак вот уже помяг теперь смотрим тройками нампаде кости включаем переход здесь десятый надо поставить больше кадров поставим давайте выберем всего персонажа это ам и еще один первый кадр первый кадр шифт д сдублируем на одиннадцатый кадр задержку поставим поставим один кадр должен быть мягче переход ну вот будет а так ставим подождите ставим десять кадров а одиннадцатый на висяк а ну-ка если на двенадцатый ну в принципе пойдет так усы мне не нравятся вот тоже видите они там сильно дергаются и отвлекают внимание так удаляем усам третий и седьмой допустим кадров это нам нужно опять выбрать усы и вот эту выбрать третий седьмой кадр и делит наоборот он продолжит удаляем значит первый пятый и десятый делит так и получается у нас то раз на месте они так control z control z так а какой же удалить так где дергание начинается первый пошел на третьем так давайте удалим пятый просто делит вот уже получше и значит теперь седьмой передвинем g на девятый долговато g на восьмой а третий g на четвертый ну вот уже получше как бы ток 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 пойдет так а если попробовать вообще удалить вот эти все кадры усов делит прописать на первом их вот значит вниз так вот этот вниз вот так раз и лок рот и на десятом прописать их вверх и лок рот должно хватить этих вот нормально а на пятом так это получается вот он тут поднимается и усы пошли кверху да в принципе нормально мягкая анимация здесь вот он опускается усы опущены здесь он поднимается усы подняты тоже вот в принципе нормально ну возможно быстрая анимация да десять кадров это значит а что сделаем не проблема мы это все дело сейчас прописываем и локрот и локрот погнали все кадры заполняем тогда двенадцатый это значит а двенадцатый длит делаем на первый кадр ставим выделяем а английская делаем с и ставим где-то ну сколько получится у нас 24 кадра допустим так здесь ставим 24 кадра enter вот он передвигается слишком медленно значит ставим с 24 пополам 12 ну давайте поставим ого я поставил 24 о так теперь значит с 15 кадров о 15 должно хватить а ну к на первом кадре он должен стоять пусть таким образом и лакрот на третьем он должен идти вперед к ноге и лакрот на пятом еще немножко значит вперед и лакрот потом на седьмом уже он должен отдаляться но в принципе на седьмом должен остаться так же да так а ну ка раз он пошел вперед потом на седьмом лапы поднимаются он уходит назад и лакрот потом на десятом на десятом тоже а ну ка вот все получается три кадра он движется тело вперед и так и получается здесь три кадра здесь два у нас до десятого все нормально так тут вот еще единственная какая штука так семерка на нам паде так это нормально но вот эта лапа наверное должна как-то сюда уходить что ли так и лакрот и здесь она тоже должна быть тут где-то а ну тогда ну-ка прополгает кромой тогда получается ctrl-z ctrl-z вернем назад все пойдет в принципе все хорошо хорошо все теперь его можно пускать по пути там по всей студенции смотрим что у нас получилось вот если ускорить вас и будет быстро ну ка он и так быстро получается это получается ну куда еще меньше это 10 кадров это 24 кадра это секунда получается на секунду он должен если быстро будет идти делать два вот таких это 24 по 12 кадров должно быть допустим 12 и теперь получается вот эти можно скопировать вот будет секунда это значит 12 13 14 на 14 ставим кадров и как раз вот получается закрываем где-то 23 кадра о нормально добавляем больше по графу он будет идти мягче если вот эти вот пустые теперь заполнить и и покрыт и покрыт и покрыт и погнали вот больше кадров и все помягче он идет вот это все зависит ракурс вот сбоку нормально он идет вот и все так поставить вот так если раз тут тоже неплохо он движется но возможно джопу еще заставить двигаться повыше она как бы вперед-назад движется а вверх-вниз нет я не знаю она должна так нет и вот получается у него опуск вперед-назад получился а вот вверх-вниз а ну-ка давайте попробуем как только на нам поди ставим на первый кадр опускай такому как он полет выбираем кость головы тройка на нам по 1 значит опускай персонажа удалимую анимацию так как вперед-назад поставить надо нет ничего не удаляем так теперь и вокруг так теперь здесь на седьмом тоже опускается нормально ну-ка а на седьмом лапы в принципе вместе надо искать вот здесь он должен уже стоит он должен вверх подняться и лакрот когда здесь седьмой давайте удалим прописываем и лакрот вон получается где лапы растянуты там он опускается вниз где лапы чуть поближе там он поднимается вверх получается теперь вот здесь он вверху все вот здесь лапы растянулись здесь он должен опуститься и лакрот и теперь вот раз лапы поднялись здесь он должен подняться лакрот и лакрот здесь он опять опускается лапы подняты и значит подъем вот здесь опуститься должен и лакрот и лакрот вот теперь он конкретно конкретно идет но у него вот это вот движуха вперед-назад где-то подкачивает но это уже шлифовка анимации в принципе лапы ходят это теперь немножко сделать мягкости поудалять поиграться какими-то вот этими кадрами какой-то удалить какой-то нет вот допустим какой принцип да выбираем фазовую кость смотрим вот раз делаем допустим ctrl и и вот эти кадры делись допустим не прокатывая ctrl z значит выбираем ну допустим вот пошел вот вот этот кадр точно вот уже вот здесь просто наверное низко он началось дергание значит это именно делать и таким вот образом здесь вот он лапы как бы поднимает весь он должен быть повыше наверное началась опять дергание но вот это все дело надо выравнивать и так вот такой вариант значит передвижение паука есть еще передвижение где эти лапы еще больше друг другу смыкаются допустим ну вот этот вариант в принципе подойдет я думаю вот единственное нужно отрегулировать вот еще вот это убрать дергание вот эту резкость да чтобы более плавный был переход вот от этой кости вперед назад возможно где-то все кадры удалить и прописать уже по новой по длинной вот эту анимацию все всем пока до свидания